Воистину Воскресе! Воистину Воскресе! Воскресе! Воистину 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 Воскресе! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжение следует... 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 и не хотел отлучиться от него. Вопросы? Евангелие Атаана, 18 глава, 17-18 стихи. Тут раба-предверница говорит Петру, и ты не из учеников ли этого человека? Он сказал, нет. Между тем, рабы и служители разведшие огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Толкование. Женщина спрашивает Петра без дерзости, без грубости, но очень кротко, ибо она не сказала, и ты не из учеников ли этого обманщика, но этого человека. А это, скорее, были слова сожалеющие и проникнутой любовью к человеку. Сказала, и ты не из учеников ли, потому что Иоанн был внутри двора. Женщина это говорила так кротко, а он ничего этого не заметил. Опустил из внимания и предсказания Христа, как слабо само по себе человеческое естество, когда оно оставлено Богом. Некоторые, напрасно желая угодить Петру, говорят, что Петр отрекся не потому, что боялся, но потому, что постоянно желал быть со Христом и следовать за Ним. А он знал, что если объявить себя учеником Иисуса, то его отлучат от него, и он не будет иметь возможности следовать за Ним и видеть возлюбленного. Поэтому отрекся, сказав, что он не ученик. С этой же мыслью он и грелся. Ибо для видимости он делал то же, что и слуги, как один из них, дабы не обличили его по изменению в лице, не выгнали из среды себя, как ученика Христова, и не лишили возможности видеть его. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 19 по 23 стихи. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру, «Я всегда учил в синагоге и храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот, они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказал, «Как отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Толкование. Иосвященник спрашивает Иисуса об учениках, может быть так, где они, кто они, с какой целью он собирал их и какое у него намерение. Он хотел обличить его, как нововодителя какого-нибудь или возмутителя. Спрашивает Иисус об учении, в чем оно заключается. Не разница ли от закона, не противно ли Моисею, дабы и в учении найти повод убить его? Как, так, еще раз, спрашивает Иисус об учении, в чем оно заключается, не разница ли от закона, не противно ли Моисею, дабы и в учении найти повод убить его, как богопротивника. Что же Господь? Он отвечает на подозрения его, «Я, — говорит, — тайно не говорил ничего. Ты подозреваешь во мне какого-то мятежника, тайно составляющего какие-то разговоры, а я тебе говорю, что тайно я не говорил ничего, то есть ничего возмутительного, и, как тебе думается, ничего нового не ввожу. И с хитрым и тайным намерением я не говорил ничего своего. Если мы будем понимать эти слова Господа не в соответствии с подозрением первосвященника, то он представился говорящим ложь, ибо он многое говорил тайно, именно то, что превышало понятие простого народа. Что спрашиваешь меня, спроси слышавших? Это слова не человека надменного, но уверенного в истине своих слов. Спроси, — говорит, — этих врагов, этих ненавистников, этих служителей, которые связали меня, ибо это самое несомненное доказательство истины, когда кто в свидетели своих слов приводит своих врагов. А эти самые служители прежде отзывались так, никогда человек не говорил так, как этот человек, Евангелие Таана 7.46. И после такого ответа ему не удивляются, но наносят удар в ланиту. Что же может быть наглее этого? Но тот, кто может все потрясти, уничтожить, не делает ничего такого, но произносит слова, которые могут укротить всякое зверство. Если, — говорит, — ты можешь порицать сказанное мной, то докажи, что я сказал худо. Если же не можешь, то зачем бьешь меня? Или так? Если я сказал худо, то есть если я учил худо, когда учил в синагогах, то приступи теперь и свидетельствуй об этом худом учении моем и доставь полные сведения первосвященнику, который теперь спрашивает меня об учении моем. Если же я учил хорошо, и вы, служители, дивились мне, то за что теперь ты бьешь меня? То за что теперь ты бьешь меня, которому прежде ты удивлялся? Этот служитель ударил Господа для того, чтобы избавиться от великого преступления, так как Иисус предстоящих призвал свидетелей, говоря, «Вот они знают, что я говорил, то служитель сей, желая отвлечь от себя подозрение, что он был из числа дивившихся Иисусу, и ударил его». Вопросы? Евангелие от Иоанна, 18 глава, 24 по 27 стихи. Анна послала его от связанного к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал, «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отчек в ухо, говорит, «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся и тотчас запел петух. Толкование. «Так как не нашли в нем никакой вины, то отводят его к Каиафе, быть может, надеясь, что он, как более хитрый, найдет что-нибудь против Иисуса, достойное смерти, или уличив его в ответе, или обличив в каком-нибудь поступке. А Петр, горячий любитель, одержим такой бесчувственностью, что учителя повели уже, а он еще не двигается с места и греется, так что его опять спрашивают, и он отрекается. И не только во второй раз, но и в третий. Для чего это все евангелисты, согласно написали о Петре? «Не для того, чтобы осудить своего соученика, но чтобы нас научить, сколько худо не обращаться во всем к Богу, а полагаться на себя». Нужно удивляться и человеколюбию Владыки. Он связан, его вводят из места в место, однако же он не оставил попечения об ученике своем, но обращаясь взглянул на Петра, как замечает другой евангелист Лука 22, 16. И этим взглядом упрекнул его в слабости и возбудил в нем о раскаянии слезы. Что тогда случилось с Петром, тоже и ныне испытывают на себе многие из нас, как можно видеть. «Сущее в нас Слово Божие связывается и как бы забирается в плен, порабощаемое то скорбью, то удовольствием. Ибо мы тем и другим связываемся и отводимся в плен или удовольствиями мирскими, или скорбями забывая Бога. Тогда Слово осуждается, а бессловесие побеждает, и раб ударяет владыку, ибо таково восстание страстей. Ум наш, как бы иной Петр, часто надеется на себя, что не отречется от Слова, по всему и стоит и греется. Стоит, потому что не преклоняется, не смиряется, но одинаково и упорно остается при самоуверенности. Греется, потому что самоуверенностью болит от горячности и надмения. Но его обличает раба какое-нибудь небольшое расслабляющее удовольствие, и он тотчас отрекается от Слова и подчиняется бессловесию. Или его обличает какое-нибудь скорбное искушение, как и тогда Петра обличал раб, и тогда обнаруживается бессилие его. Но будем молиться, чтобы Иисус, Слово Божие, взглянул на нас и возбудил нас к покаянию и слезам, когда мы выйдем из двора князя мира сего, этого первосвященника, распинающего Господа. Ибо когда мы выйдем из мира сего, который есть двор князя мира, когда только воспрянем для искреннего покаяния, как и апостол Павел говорит, выйдем к нему за ворота, то есть мир сей, неся поругание его. Евреям 13.13. Вопросы? Вопросы? Как это понимать? Греется, потому что самоуверенностью болит. От горячности и надмения. Валентина, у вас микрофон включен. Отключен микрофон? Нет. Включен. Вы его выключите, пожалуйста, если не хотите ничего говорить, ваш шум бывает. А сейчас слышно? Слышно, да. Ну ладно, тогда проходим. Аминь. Вопросы попрочитываем. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 28 по 32 стих. Откояв и повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал, «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ, «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им, «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему, «Нам не позволено предавать смерти никого, да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Толкование. Господа водят по многим судилищам, думая, что они обесславят его, а истина, напротив, еще более обнаружилась через рассмотрение дела многими судилищами. «Ибо Господь вышел из всех их необвиненным, получил силу непререкаемую, ведут его в приторию, потому что сами не имели власти уменьшлять, так как они находились под владычеством римлян. При этом они боялись, чтобы впоследствии не подвергнуться суду и наказанию за то, что умерзвили без суда. «Было утро, говорит, для того, чтобы ты знал, что Каяфа допрашивал Господа в полночь, ибо он отведен был к Каяфе прежде, чем петух пропел. О чем он спрашивал Господа, этот евангелист умолчал, а другие сказали, «Когда ночь прошла в этих допросах, наутро отводят его и к Пилату, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться. Какое безумие, когда убивают несправедливо, не думают, что они оскверняются, а войти в судилище считают для себя осквернением. Чтобы можно было есть Пасху». Господь совершил ее в первый день опресночный, Марка 14. «Посему мы под Пасху должны разуметь или весь семидневный праздник, или понимать так, что они на этот раз должны были есть Пасху вечером в пятницу, а Он совершил ее одним днем ранее, чтобы заклание самого себя соблюсти на пятницу, когда совершалась и Ветхозаветная Пасха». Пилат поступает несколько справедливее. Он сам выходит. Хотя увидел Господа связанным, однако не счел этого достаточным для обвинения Христа, но спрашивает, за что он связан. «А они, не имея ничего сказать, говорят, если бы он не был злодей, мы бы не предали бы его тебе. Видишь ли, как они везде уклоняются от доказательств». Анна спросил, и не нашел ничего, отослал Каиафе. Этот, посудив, несколько отсылает к Пилату. Потом Пилат опять спрашивает, «В чем вы обвиняете человека сего?» они и тут ничего не могут сказать. По елику же они никакого обвинения не выставляют. Он говорит, «Возьмите его вы, так как вы присваиваете суд самим себе и хвалитесь, что никогда не поступили бы несправедливо. Ибо говорят, если бы он не был злодей, то мы не предали бы его тебе, то возьмите его сами и судите. Если же вы привели его ко мне, и делу его предаете вид суда законную форму, то необходимо высказать, в чем этот человек виноват. Итак, судите его вы, ибо я не могу быть таким судьей, если закон ваш наказывает без вины, то судите сами». На это они говорят, «Нам не позволено предавать смерти никого». Говорят это, зная, что римляне осуждают мятежников на распятие. Дабы Господь был распят, и смерть его была позорнее, и разгласили его проклятым, для этого они притворно говорят, что им не позволено никого убивать. А как Стефанов убивали камнями? «Но я сказал, что они говорят так потому, что желают, чтобы Господь был распят». Они как бы так сказали, «Нам не позволено никого умерщвлять на кресте, но нам желательно, чтобы этот был распят». Расбудется слово Иисусова о своей смерти, именно или то, что он будет распят, Евангелетана 3.14 Или что он будет умерщвлен не иудеями, а язычниками. Марка 10.33 Итак, когда иудеи сказали, что им не позволено убивать, тогда берут его уже язычники и по обычаю своему распинают на кресте. И таким образом слово Иисуса разбывается в том и другом отношении, в том, что он предан язычникам и в том, что он распят. Вопросы? Евангелие от Иоанна 18 глава с 33 по 36 стихи. Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский!» Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это или другие сказали тебе обо мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей?» «Твой народ и первосвященники предали тебя мне, что ты и сделал?» Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего». «Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Толкование «Пилат призвал Иисуса наедине, так как о нем было высокое мнение, то он хотел точнее все узнать вдали от смятения иудейского. Итак, спрашивает его, царь ли он? Что говорили все, то он и выставляет на вид. А Христос его спрашивает, сам ли от себя он говорит это или от других? Не потому, что не знает, но потому, что желает обнаружить зло и умысел иудеев так, чтобы и Пилат обвинил их. Посему и Пилат правильно отвечает, что его предатели иудеи и вину отводят от себя иначе. Господь спрашивает Пилата, сам ли от себя он спрашивает это или по внушению других и тем обличает его в неразумии и несправедливом суде. Он как бы так говорит Пилату если ты говоришь это сам от себя то укажи признаки моего восстания. Если же тебе донесли другие то произведи точное исследование. Пилат не говорит что он слышал от других но просто ссылается на мнение народа и говорит предали тебя мне что ты сделал это кажется слова как бы огорченного и ожесточенного ибо говорит что ты сделал Господь отвечает царство мое не от мира сего и таким ответом совершает два дела во первых возводит Пилата к познанию что он непростой человек и не из числа земных существ но Бог и Сын Божий во вторых уничтожает подозрения в похищении верховной власти царство мое не от мира сего посему не бойся меня якобы тирана и мятежника ибо если бы от мира сего было царство мое то служители мои подвязались бы за меня чтобы я не был предан здесь же показывает и слабость нашего земного царства ибо оно имеет силу слугах а царство высшее сильно само в себе и ни в ком не нуждается а манихеи в этих словах находят предлог говорить что мир сей чужд благого Бога ибо говорят сын Божий говорит что царство мое не отсюда но о безумные вы прежде вникнете в это изречение он сказал царство мое не от мира сего и опять не отсюда но не сказал оно не в мире сем и не здесь он царствует в мире сем промышляет о нем и по своему хотению всем управляет но царство его не от мира сего а свыше и прежде веков и не отсюда то есть не от земли состоялось хотя здесь имеют силу и пребывает но не отсюда и не состоит из дольнего и не падает потом как нужно было бы понимать эти слова пришел потом как нужно было бы понимать эти слова пришел к своим евангелие тайна 1 11 если бы мир сей не был ему свой логично вопросы евангелие от иоанна 18 глава 37 по 39 стихи пилат сказал ему и так ты царь Иисус отвечал ты говоришь что я царь на то родился и на то пришел в мир чтобы свидетельствовать об истине всякий кто от истины слушает гласа моего пилат сказал ему что есть истина и сказав это опять вышел к иудеям и сказал им я никакой вины не нахожу в нем есть же у вас обычай чтобы я одного отпускал вам на пасху хотите ли отпущу вам царя иудейского толкования когда пилат спросил господа царь ли он он отвечал я на то родился то есть чтобы быть царем я имею это по существу и по рождению от отца ибо то самое что я родился от царя свидетельствует что я царь посему когда слышишь что отец дал сыну жизнь и суд и все прочее евангелия тайна 522 26 то слово дал понимая вместо родил его так как так что он имеет жизнь судит и все это приходит от отца к сыну по естеству то я пришел в мир сей чтобы сказать это и научить и убедить всех в том что я царь владыка и господь желая этим привлечь внимание и склонить к выслушанию своих слов говорит всякий кто от истины слушает глаза моего посему и ты пилат если ты чада истины и любишь ее послушаешь моего глаза и поверишь что я царь но не такой каковы цари мира сего имею власть не приобретенную а природную присущую мне по самому рождению от бога и царя делает здесь намек на то что иудеи не суть от истины потому что не хотят слушать глаза его если же они не от истины то без сомнения вымыслили на него все ложно и он истинно не повинен смерти этими этими немногими словами он так пленил пилата что пилат спросил об истине что оно такое ибо она почти исчезла между людьми и никто не знал ее а все были уже в неверии но так как этот вопрос требовал особого времени для разрешения а теперь нужно было избавить иисуса неистоства иудеев то пилат выходит к ним и говорит я никакой вины не нахожу в нем и говорит это разумно ибо не сказал хотя он погрешил и достоин смерти но для праздника простите ему но сначала объявил его свободным от всякой вины потом уже предлагает им и об отпуске его посему если иисус будет отпущен то им он не обязан нисколько ибо они отпустили невинного если осудят его этим докажется злоба их потому что они осудили невинного смотри и название царя иудейского имеет некоторый свой смысл пилат этим очевидно высказывает то что иисус нисколько не виноват но что они напрасно обвиняют его будто он домогается царства ибо того кто выдает сам себя за царя и восстает против владычества римлян правителя римский не отпустил бы посему сказав отпущу царя иудейского пилат объявляет иисуса решительно невинным и насмехается над иудеями говоря как бы так на кого вы клевещите что он выдает себя за царя кого вы называете бунтовщиком и мятежником того я признаю нужным отпустить очевидно потому что он не таков достойно исследования то по какому поводу возник у иудеев обычай отпускать ради пасхи одного узника на это можно во первых сказать то что учащие учением заповедям человеческим марка 7 7 весьма много вводили от своего мудрования но не соблюдали заповеди божьи так и это вели безразумного основания между тем как в прочих случаях оставляли обряды предписанные законом потом можно сказать что и в писании находится похожее законоположение с которого они могли взять повод к введению в обычай таких отпусков лиц осужденных ибо о невольном убийстве написано если кто-нибудь не по вражде и не без особенного намерения причинит зло ближнему бросит сосуд или камень а упавшая вещь паразит проходящего и человек этот умрет то такой убийца невольный рассудит же об этом вся синагога собрания и освободят его от смерти ибо он убил не злонамеренно но поместят его в оград убежища то есть накажут изгнание смотри числа 3522 отсюда быть может как мы догадываемся взяли они повод и ввели такой обычай чтобы отпускать одного из осужденных за убийственное намерение закон предписывает это дело вести синагоги иудейской но как иудеи были во власти римлян то и право отпускать узников они предоставили начальникам римским как теперь Пилат вопросы Ивангелие Атеана 18 глава 40 стих тогда опять закричали все говоря не его но вараву варава же был разбойник толкования смотри в каких размерах выказывает злоба иудеев вараву известного разбойника выпрашивают на свободу а господа предают Ивангелие Атеана 19 глава с 1 по 7 стихи тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его и воины сплетшие венец и стерна возложили ему на голову и одели его в багреницу и говорили радуйся царь иудейский и били его полонитом Пилат опять вышел и сказал им вот я вывожу его к вам чтобы вы знали что я не нахожу в нем никакой вины тогда вышел Иисус в терновом венце и багренице и сказал им Пилат все человек когда уже увидели его первосвященники и служители то закричали распни распни его Пилат говорит им возьмите его вы и распните ибо я не нахожу в нем вины иудеи отвечали ему мы имеем закон и по закону нашему он должен умереть потому что сделал себя сыном божьим толкование Пилат бичует его желая по крайней мере утишить и укротить ярости так как словами он не мог освободить его из рук их то бичует надеясь этим ограничить неистов своих позволяет надеть на него хламиду и возложить венец также с целью утолить гнев но воины делают все из угождения иудеям они слышали как Пилат говорил я отпущу царя иудейского посему насмехаются над ним как над царем ибо не по приказанию же Пилата делали это и те которые ночью пошли на Иисуса без ведома правителя но в угождении иудеем из-за денег Пилат слабодушен и не мстителен в отношении к иудеям он выводит Иисуса еще раз желая погасить ярость их но они и в этом не укротились а кричат распни распни его Пилат же видя что все делаемое им остается напрасным говорит возьмите и распните ибо я не нахожу в нем вины говорит же это побуждай их к делу им непозволенному для того чтобы Иисус был отпущен я говорит имеющий власть распять не нахожу никакой вины а вы не имеющие власти распинать говорите что он виновен итак возьмите его и распните но вы не имеете власти итак человек сей должен быть отпущен такова цель пилата он милостивее однако же не настойчив за истину а они быв посрамлены этим говорят по закону нашему он должен умереть потому что сделал себя сыном божьим прежде они огняли его в том что выдает себя за царя а теперь когда эта ложь изоблещена обвиняют его в том что он выдает себя за сына божия и в чем тут вина если он творит дела божии то что препятствует ему быть сыном божьим смотри на божественное домостроительство они предавали господа многим судилищам чтобы опорочить его и помрачить славу его но это бесчестье обращается на главу их ибо при точнейшем исследовании дела невинность его еще более доказана сколько раз даже пилат объявлял что он не находит в нем ничего достойного смерти вопросы евангелие это она 19 19 с 8 по 11 пилат услышав это слово больше убоялся и опять вошел в приторию и сказал иисусу откуда ты но иисус не дал ему ответа пилат говорит ему мне ли не отвечаешь не знаешь ли что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя иисус отвечал ты не имел бы надо мной никакой власти если бы не было дано тебе свыше посему более греха на том что предал меня тебе толкование пилат услышав одно только слово что он есть сын божий убоялся они видели божеские дела его однако умерщвляет его за то самое за что нужно было поклоняться ему спрашивают спрашивают его не так как прежде что ты сделал но кто ты тогда обвиняли его как царя потому естественно и спрашивал что ты сделал а теперь когда клевещут что он сам себя выдает за сына божия спрашивают откуда ты иисус молчит ибо он объявлял уже пилату я на то Gavin водiles и царство мое мы еще не отсюда информация никого не что я но истина но уступил требованию народа. Посему Господь, презирая вопросы его, как предлагаемые напрасно, не отвечает ничего. Оказывается, что Пилат нисколько не имеет твердости, но всякая случайная пасть не сможет поколебать его. Он боялся иудеев, трепетал Иисуса как Сына Божия. Посмотрим же, как он сам себя осуждает своими словами. «Я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя. Если все зависело от тебя, почему же ты не отпустил того, кого нашел невинным?» Господь, не излагая его высокомерие, говорит, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было тебе дано свыше. Ибо я не просто так умираю, но совершаю нечто таинственное, и это свыше предопределено для общего спасения. А чтобы ты, услышав дано свыше, не подумал, что Пилат не подлежит ответственности пред Богом, прибавляет, «Более греха на том, кто предал меня тебе». Этим показывает, что и Пилат повинен в грехе, хотя и меньше. «Ибо от того, что умереть Христу дано свыше, то есть допущено, Пилат и иудеи не становятся уже невинными, но свободная воля их выбрала злое. А Бог попустил и дозволил им привезти это в дело». «Итак, от того, что Бог попущает злобе приходить в дело, злые не свободны от вины, но за то, что они избирают и совершают злое, они достойны всякого осуждения». Вопросы? Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 12 по 14 стихи. «С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали, «Если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостратон, а по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхой и час шестой. Толкование. Господь устрашил Пилата этими словами и представил ясное себе оправдание. «Если бы я не предал сам себя добровольно, и если бы Отец не допустил всего, то ты не имел бы власти надо мной. Грех и на тебе, а еще больше и на предавшем меня Иуде, и на роде, потому что Он приложил к болезни ран моих, болезнь новую, и не вспомнил долго сотворить милость, но нашед меня безответным и беспомощным, предал на крест. Не постыдился даже и того, что я из столь многих судилищ вышел невинным, но кричал «Распни! Распни!» И так, когда Господь этими словами устрашил Пилата, Он с сего времени еще более искал отпустить его. Иудеи же, так как уличены были в клевете, что Он сам себя выдает за царя, не успели и в том, что сослались на свой закон, ибо Пилат с этого времени еще более убоялся и пожелал отпустить его, чтобы не раздражить Бога. Опять прибегают к чужим законам, и Пилата как боязливого устрашают, ибо как увидели, что Он с благоговением опасается, как бы осуждая Иисуса, Сына Божия, не согрешить, они наводят на Него страх от Кесаря, и, оговоривши Господа в похищении царской власти, угрожают Пилату, что Он оскорбит Кесаря, если отпустит восстающего против Него. И где Он пойман в похищении царской власти? Чем Вы это докажете? Порфирой? Диадемой? Воинами? Но не все ли у Него бедно? И одежда, и пища, и дом? Дома даже и нет. Но как мало мужества в Пилате, когда Он счел опасным для себя оставить такое обвинение без исследования. Он выходит как бы с намерением исследовать дело, ибо это означает слова «сел на судилище», между тем, не сделав никакого исследования, предает Его, думая тем, преклонить их. Евангелист Марк говорит, что когда Христа распяли, был час третий, Марка 15, 25, а Иоанн говорит, что тогда был час шестой. Как же это? Марк ясно и несомненно означал час приговора о распятии Господа, ибо говорится, что судьи распяли и казнили с того времени, в которое они произнесли приговор, потому что на словах он получил силу наказания и смерти. Посему Марк говорит, что он распят в третий час, в тот, в который Пилат произнес приговор. А как Марк замечает время приговора, то Иоанн записал час, в который распяли Господа. «Притом смотри, сколь многое совершено между приговором Пилата о распятии и тем часом, в который Господь вошел на крест. Отпустив Вараву, он бичевал Иисуса и решительно предал его на распятие, ибо отпущение Варавы было осуждением Господа. Воины насмехаются, и смотри, сколько времени пошло бы на продолжительное осмеяние». Пилат вывел его, беседовал с иудеями, опять входит и судит Иисуса, опять выходит и разговаривает с иудеями. Все это могло занять время от третьего часа до шестого. Посему Иоанн, с точностью изложивший это, как следивший за всем, упоминает о шестом часе, когда Пилат предал совершенно, чтобы был распят, уже не беседая с иудеями, не осуждая Иисуса, но произнесши окончательное решение о нем. Если кто скажет, для чего еще около третьего часа произнесший приговор о распятии, опять хотел отпустить его. Во-первых, пусть знает таковое, что принужденный толпой он произнес приговор, потом смущен был сном жены, ибо она предостерегала его, не делая ничего сему праведнику. Матфея 27,19. Посему нисколько не должно быть важно для нас, что евангелисты, по-видимому, не совершенно согласны друг с другом, если даже допустим, это разногласие. «Ибо смотри, не все ли они сказали, что Иисус был распят, а что о часы говорят один, что это был третий, а другой шестой, то вредит ли это сколько-нибудь истине? Но весьма достаточно доказано, что разногласия даже и нет». «Вопросы». «Час прошел, пожалуйста, у кого что за это время накопилось, спрашивайте, делитесь мыслями». Следующие полчаса ваши. Игнать, Игнать, такой вопрос. Молитва «Отче наш», она изменена с решением священных соборов, какого-то священного собора для борьбы с еретиками, или почему она на службе не соответствует тому, что в молитвословии и тому, что Господь нам сказал в Евангелии? «Вопрос о чем?» «Ну, когда это произошло, и просто у меня каждый раз смущение. То есть Евангелие одно написано, а священник говорит другое. Это для борьбы с ересью было сделано или как? «А что другое говорит?» «Ну, он говорит в конце, он провозглашает не яка твоей царства и силы и славы, а яка твоей царства и силы и славы, отца и сына и святаго духа». Да, изменения. Вы откуда это взяли? Это у нас подсмотрели? Да я вас-то давно смотрю, но меня это смущает еще и самого. 30-я глава, 5-6 стих, откройте, прочитайте прище Соломона. Сергей Павлович, прище Соломона, 30-я глава, 5-6 стих. У нас на выходе из храма написано это. притча Соломона, какая глава? Трицатое. Что так медленно-то, главное? Как будто ушел. А стих? Стих какой? До пятой до шестой. Ну что же с тобой, да? Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Так, у кого микрофон не выключен, выключите микрофон. Ибо всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Вот весь ответ. Согласно этого стиха, никакой добавки не должно быть. Но она уже сделана. Я сам исследовал и считаю, что она появилась во время, когда Арий стал говорить, что никакой троицы нету. Сын не равен отцу. Отец больше. И вот тогда везде стали подставлять эти слова. Забыв, что слово Божие говорит, не прибавляйте. Смысл не был искажен, потому что понятия о равенстве Отца, Сына и Святого Духа во время жизни Иисуса Христа не было вообще. Это учение о троице будет утверждаться практически до 7 века. Ну а раз его не было, ну теперь твое, а кто твое, Бог единый, но мы его теперь знаем, как он, Святой Троица, Отец, Сын, Святой Дух. Это неправильно, но смысл не был искажен. То есть соборно это не решали? Это просто в определенный момент появилась как борьба с ересью? Знаете, есть такая книга Скабалинович, был профессор Киевской Духовной Академии до революции еще. Он поясняет, когда какая молитва появилась, когда пост какой был. Ну, определенно не могут. Иногда раскидывают больше одного века. приблизительно вот так, потому что никаких письменных источников не осталось. Нам какая разница? Но мы абсолютно точно можем сказать, что это было при Арии или чуть позже. Спасибо, Христос. Да, это я так думаю, сам исследовал. Я нигде про это не считал, а просто исследую. Когда начинает говорить двуперстно, старобрядцы показывают два перста, а новообрядцы после Никона показывают три перста. Как правильно? Ну, надо сначала рассудить, что они означают. Это означает Богочеловечество Иисуса Христа. Средний палец, он преклонен. Это как бы небеса преклонили, чтобы Господь был на земле. Образно, конечно. Это Троица участвует. Это изображает крест на Голгофе. Троица на кресте была? Нет, конечно. Был Богочеловек. Да, был по человечеству. Божество бесстрастно. Оно не может страдать, гневаться, завидовать, забывать. А Господь говорит, что предал забвению. Такие слова, которые упираются в сигар. Если Христа знали по плоти, то отныне уже мы не знаем. Сегодня мы не знаем. Его нет такого Христа, который изнемогал, плакал, спал, ел. Сегодня все по-другому. И вот здесь как правильно. Правильно так я поясняю. Крест вещественный. На вещественном кресте распята плоть. И плоть получила пять ран. Раны это только у католиков. Католики правее нас. Я не католик, но правда превыше всего должна быть. Как говорили там, кто Сократ или кто истинный. Но истина дороже. И вот здесь теперь спорить не о чем. Пишут, когда Милетий сделал крестообразно показать, как молиться надо, а Милетий это учитель и епископ Иоанна Златоуста. То у него предоказательство из руки здесь, из пальцев как молния сверкнуло. Говорят, как пальцы были? Ну как? Двои перца, старобрядцы. Когда это было? Во времена Ария, да какое две перца при Арии-то? Речь шла о троице, спор это. Ясно, что было сложены пальцы три, как сейчас складывают вместе, большой, указательный, средний. И у него оттуда как молния сверкнуло в зал. А почему так думаете? Очень просто. Два пальца появились тогда, когда появились монофизиты, что одна физическая природа у Христа, а их две природы, он и божескую имеет, и человеческую. Или монофизиты, монофизиты и монофилиты. Чувствование одной или два. Вот с армянами в этом разница. Халкидонский собор они отошли. Поэтому двуперстей его не было еще. Где было какое заблуждение, как бы вызов показать, что вот мы исповедуем так и показывают два перста. Вот заметьте, когда там митрополит или епископ у старобрядцев, он перед собой всегда держит пальцы. Он так не будет честь отдавать. Два пальца это повстанческий вызов тем, которые не признают Бога человечества Иисуса Христа. Просто логика, здравый смысл показывает, когда это было. А как первые христиане молились? Одним перстом. Одним. А почему? Задача была показать Мона единобожия. А в римском пантеоне было около 500 разных божеств. Они захватывали страну, а там было несколько божеств. Они даже неведомому поставили. Объяснение дается этому. Тогда выходя на арену, когда их бросали. Они поднимали перст и возглашали Крису и срегнали. То есть Христос царствует. Один. Иоанн Златоуз говорит, по названию было тысяча, а в действительности ни одного. Вот так и здесь. Это был вызов повстанческий, брошенный против перетеков. И батюшке я говорю, зачем ты прибавляешь? К словам не надо прибавлять. Но здесь лжи не было заложено, и этот стих как бы косвенно касается. Вот мы когда батюшки нету, мы всегда считаем так. Ибо твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. А до этого считали, как у старообрядцев. Вот последних слов-то нету у евангелиста Луки. Ибо твое есть царство. Поэтому считалось, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Я говорю, а почему считаете-то? Отрываете. По-моему, от фею делаете, считаете, что избави нас от лукавого. А другой, кто рядом стоит, ибо твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Считает. Вот мы остановились на этом, не прибавляя ни одного слова. Это не просто было. Даже такое маленькое, и то не повернуть. Из-за боязни это нарушить слово Божие. Или из-за нашей скудости ума. Или за то же затвердение. Тут еще не нарушаются, но добавлены слова. А рядом ложь. А ложь от дьявола. Чтобы он не обличил. Но обличения как будто нет никакого. Так, все. Так, я сейчас немножко ясность внесу. Николай Александрович Астахов пишет. Сестра задала вопрос по прочитанному. Сергей, как-то странно получилось. Вы посоветовали отключить микрофон. Отвечаю. У нас некоторые имеют моду опаздывать. И при подключении опоздавших меня вырубило из группы. Потом я, когда подключил опоздавшего, присоединился к группе и увидел, что у Валентины включен микрофон. То, что она задавала вопрос по прочитанному, я просто в этот момент не слышал, так как меня вырубило из группы. и получилось странно и некрасиво, что я попросил отключить микрофон, потому что шумно. Вопрос я не слышал, что она задавала. Поэтому по прочитанному вопросу, Валентина, задавай, если ты не забыла, что хотела задавать. И прости, я не виноват. А те, кто опаздывает, вы как-то постарайтесь больше не опаздывать, чтобы не отвлекать меня, чтобы таких неприятностей больше не было. Ну, опоздали мы сегодня по причине того, что мы торопились с богослужения. Вот. А вопрос был такой. Греется, потому что самоуверенность уболит от горячности и надмения. Как это понимать? Вот когда стоит и греется Пётр там у костра, а это в толковании у Феофилакта сказано. Да. Потому что не преклоняется, не смиряется, а греется, потому что самоуверенность уболит от горячности и надмения. Вот такой вопрос. Понятный? Да. Понятный. Ну а что греется, но и горячка наверное такое сравнение. Горячка это болезнь, надмение, высокомерие тоже болезнь, самоуверенность болезнь. Вот сравнивается это с горячкой что ли, с температурой. Я вот так понимаю. Игнать Тихонович, правильно, нет? Что сказать? Блаженов Феофилакт, он не сам многое писал, а брал от предыдущих отцов особое предпочтение, отдавая святому Яну Златоусту. Вот так у него получилось. Здесь ничего не было. Он был, было холодно, и он грелся. Но монахи, они имели очень много свободного времени. Жен нету, никто над ними не стоит, никуда не зовет, ни в огороде тяпать, ничего не надо. И они вот собирались вместе, как Пахомий Великий говорит, и тогда рассуждали. А вот у костра стоял, тогда что? Костер горячий. А, это горячий с Петра сходится. То есть они переводили это все в духовное, иногда настолько надуманное, думаешь, ой-ой-ой. Вот вытащил он 153 рыбину. Ну, рыбы большие, никогда не ловили, и хорошо сохранилось. А что означает 153? И вот начинают они сотня, что означает? 50 и тройка. Ну, прямо даже смешно. Ну, рыба съел, да и все. Что тут толковать-то? Где, если что-то было зашифровано, там прямо говорится. Причью сказал. Женщина взяла закваску, положила в три меры муки. Тут надо каждое слово растолковать. Или 10 дев, 5 мудрых, 5 неразумных. Что за крик? Почему они называются девы? Почему им дверь не открыли? Где масло это продается? А здесь ничего нет. Рыбы поймали. Рыбы. А он так и здесь. Он стоит. Ну, я сейчас кому буду где-то говорить? Грелся. Отсюда я делаю вывод. Я могу обратиться только к Евгению Трапко. Вот в это время, когда было 14-го Ниссана или Авива, как называют у евреев, какая там погода, какая температура ночью? Евгений живой? Ну, нету его сегодня. А он может не может говорить? Он там что-то написал письменно, вопрос задал. Наверное, нет возможности сказать. 14-го Ниссана. Какая температура ночью там? Примерно-то. Там опускается температура, может быть, несколько градусов тепла только. И холодно было, и развернули, тут ничего больше нету. Ко мне приезжает священник один, протеерей, и говорит, вот, я никак не пойму, зачем указано имя Малха? И ударил мечом, и отсек ухо, и имя Равуси Малха, и больше он нигде не встречается. Зачем? Зачем нам это имя его, когда женщина, которая сказала блаженность рева, там другое, ее бы имя-то указали нам. Притом, ну, явно видно, что необходимо было бы узнать. Нету. А зачем? Нам не надо эти вопросы задавать. Нужно просто принять, да, это был Малх. А с какой целью указаны? Не знаю. Но если бы не было указано, почему не указано? Если указано, а, это придумали. А если не указано, видишь, и имени даже нету. Тут можно что угодно, из любой позиции плюнуть. Нам не это нужно. А смиренно принять, да, был Рав Малх. Но главное, отсек ему правое ухо. Но он что, сзади рубил его? Или наперед, ну как он рубил-то, что по оху попал-то, не по голове? Я тут, как имеющий в руке меч, могу подумать, что он повернулся, а он сзади ударил его. И какой роли-то не играет, а просто более ярко представит себе эту картину. я говорю, что я насчитывал когда на пленке, ну не пленки называют, катушки тогда были, вот. И Григория насчитывал я, митрополита Григория, их несколько Григориев было, Санкт-Петербургского, один день святой жизни. И он там как поясняет, сейчас не знаю, как издают, есть или нет, что Иуда ответил Христу предательством на предательство. Первый предатель был Христос, он объясняет. Он предал все чаяния и интересы Иуда. Он думал, будет министром, может быть, финансов, как Кудрин, а может, какими будет там Рокфеллером. И вдруг все проиграно, ничего нету. Нету. И заботится уже о деньгах, которые женщина потратила на мир и на благоухание. Тут объяснение дается. И когда увидел, что все проиграно, поэтому он обозлился сказать так просто, ну и пошел, отомстил. А потом, когда увидел, что он совсем невинный, то он запутался. Ну а дальше уже тут объясняют, как у старобрядцев, у них написано такое, что Иуда знал, что Христос пошел в преисподние места, а тут его нету, а туда он больше не спустится, и он решил скорее туда попасть. А как попасть-то? Тело-то не дает, надо душу вытряхнуть из тела. А как ее? Он повесился, ветка согнулась. И он, что три дня Господь был преисподний, он мучился и не мог умереть. И как только Христос вышел из преисподней, душа вылетела из Иуда, и первая в ад и влетела. Ну вот, конечно, интересно, но ни слова об этом нигде нет. И главное, почему так шумит осина всегда? Самый маленький ветерок, даже ветра нет, у нее все листики вот так трепещут. Они не такие листики, у него, у осины круглая, и она со всех сторон крутит. Нет, это она все еще трясется, что на ней повесился Иуда. Вот, когда умер Борис Николаевич Ельцин, то коммунисты писали, там, Зюганов, какие-то похороны ему, ему осиновый кол надо было вбить в могилу. Почему осиновый, не березовый? То есть осина находилась в пренебрежении, если мы в Википедии найдем, то, что на ней был распят Иуда. Нет, повесился. Ну, а так ли было или не так, кто его знает? Ну, версия вот такая есть. Все. Мир вам, братья. Роман Фроликов, Игнатий Тихонович, вот вопрос, значит, вот то, что занимаются против абортов, там, различные у них мероприятия, митинги, там, вот, петиции, подписывают и так далее. Если это не без прославления Бога, без благовестия, это угодно Богу? или же как кемвал, звенящий? Ну, сказать доброе слово в защиту нерожденных можно, но только от подписей этих наших никакой пользы нету. Ну, даже набрал-то миллион, ну и что, куда с ними? Только выброси, они даже их письма не открывают, ничего. Я тут увидел, как они обращаются, как вот эти избирательные урны, как там подбрасывают целыми пачками, печатают, один человек там на 200 скинул, а считает, да еще и с обманом. Ну, пошел, я никогда бы не пошел, ни на какие митинги, никуда, зачем? Я буду молиться, с Богом иметь связь. Ну, а подписи эти наши, они никому не нужны, делать больше нечего, люди шатаются. А вот Навальный там вывел. Да Навальный-то что означает? Навал его звать? Навальный-то в Библии говорится. Не обращай на него внимания, ибо каково его имя, такой он и есть. А Навал означает безумный. Безумный. Ну, и все. Сама фамилия-то говорящая. А он ходит, люди выходят, кричат там, долой. Ну, что долой? Ну, дальше-то этого, долой, что? В Турции подняли там, они весь офицерский состав арестовали. Сегодня доказано уже, что во главе с Тухачевским Михаилом был заговор, чтобы свергнуть Сталина, но он их опередил. Они думали подтянуть войска ближе к Москве на Первомайские праздники или на День Победы это не праздновали. Но он Сталин успел, его куда-то перевели в другой регион, а там его арестовали. Ну, и дальше пытки. Друг друга начали оговаривать, там Брюхер, Убаревич, все пошли под нож. Все, он, ну, он сам-то бандит был, грабил до этого людей, убивал Сталин-то. У него биография-то бандитская. Вот так. Игната Сергеевна, у меня вопрос такой. Вот написано, что в Библии многое что объясняется методом сравнения. И вот у меня возник такой вопрос. Каким-то методом сравнения объяснить такие явления, как рост церкви, ну, как тело Христово. Ведь оно начиналось с конкретных христиан, потом расширялось, расширялось, стали образовываться территориальные такие структуры, потом государственные, в рамках государства. И на сегодняшний день этот процесс не прекращается. Вот у нас образовался так называемый Раскольнический Киевский Патриархат. Туда вошли священники, ну, скажем так, национального толка. Но они все рукоположенные, имеют правильное рукоположение, ну, в целом. Вот. Как к ним относиться? Рано или поздно они же будут признаны. Ведь в свое время известно, что и московский Патриархат появился не по благословению Константинопольского Патриарха, а путем самообразования. Вот на этот счет, есть ли какие-либо каноны, принятые поместными или Срединскими соборами? Я их просто не знаю. По поводу правомерности образования национальных церквей, патриархатов, как правило, то, что произошло в последнее время в Украине. Ну, конкретно, если братья Денисенко, меня уже не раз спрашивали, к нему я бы не пошел на причастие. Говорить ничего не могу. Его здесь рукополагали, здесь он с советской властью дружил, целовался, и тут получил все звания, и вдруг восстал, и стал придавать, как вот, диамид, там, анафемы и прочее. И сам получил то, что хотел. Ну, это совсем никуда. Давай тогда уже и против телефонов, так и этот. За ним сколько было писали там. Он женатый у него, где сказать, жена у этого Денисенко-Филарета, дети большие там, в огоньке писал этот Александр Иосифович Нежный. Фамилия его Нежная. Ну, проверить-то ничего нигде никак нельзя. Но то, что он отошел, и то, что за оружием в Америку ездил, это уже никто не скрывает. Вот куда вышло. А почему не уйти на покой? Ну, не идет никак. Тут и расколы, столько поношения. Ну, отошел в сторону, и все. Нет, уже никак. Уже полуживой, но все равно будет хвататься. Почему не встать, как Григорий еще до Твореца? Встал, отряхнулся, сидите, как галки гогочите, как густи друг друга щипите. Вышел, и все. Оставил свою кафедру. Его никто не разжаловал, ничего. А теперь, ну, я могу сказать, только сам своим исследованием я дохожу до этого. Нигде не надо подгонять ко всеобщему, как у Папы Римского. Нигде. А что национальные? Ну, и хорошо. А они подчиняются. Зачем ей патриархия московская-то? Зачем? Отдельно, автокепальная, на Украине. Так же верят. Так же рукоположенные. У них сохранилось все. Зачем? Это уже государственно, они давят. Так когда при Сталине-то было, там униатов всех этих подобрали, храмы-то отбирали. А теперь готовая уже практика-то есть. Поперли и православных. Что сеяли, то и пожали. Мне говорят, а вы не патриотичны. Ну, надо по правде. Что тут патриотизмом давиться-то? Шолохов говорит, от каждого червивого котелка за версту воняет патриотизмом. Вот это червивые котелки-то у нас на плечах носим. По мне, я думаю, согласно того, как апостолы ставили их, каждый епископ самостоятельный был. Не то, что отдельно, там Украина. Ну, как-то между собой они знаются, там старше, но вот такая зависимость, что никуда не тронься. Это не было такого установления нигде. Оставил Титая, он там на Крите руководит, Епифанит, считаем, где другие епископы. Они отдельно, что над ними кто-то там есть, этого нет. Вот третий том творения святого Иоанна Златоуса, там говорится, когда его свергли, и он пишет письмо папе Иннокентию. Значит, он уже был папа. Папа-отец просто, просто отец, больше ничего там нет. Но если он духовно никого не рождал, это фикция, никакого отца там нет. Какой он отец, когда никто не родился. А Павел говорит, основа в муках рождения, доколе в вас изобразится Христос. Вот он у меня спросили сейчас, патриаршие, московская патриархия, они ответят вам не так. Это еретики, это там еще благодати нет. Если вы спросите тех, те то же самое. Я не могу этого сказать. И никогда я не говорил, у меня уже сколько тут лет, ну прямо добивается. Ну ответьте, ну почему нет? Я коротко сказал, еретиками и Филарета не считаю, но к нему не пошел бы, потому что это подозрительно. Никого оттуда не отталкиваю. А который рядом, советую всем идти в московский патриархат. Пока законно, пока держится. Была зарубежная, тут тогда проще было выбирать. Те хоть крестят, крестят полное погружение. У меня воспоминания об Архимандрите Зосиме, первонастоятеле нашего монастыря Святого Васильевского в Никольском селе Волновакского района. Так он говорил, какая бы ни была в Украине автокефальная церковь, законная или незаконная, всегда придерживайтесь московского патриархата, другого нет. Видишь, мы как сходимся здесь. Притом я не ищу своего. Я знаю, как московский патриархат был образован советской властью. Это антиканонично. Ну, так уже случилось. А как же, когда под турками, под султанами была греческая церковь. Патриаршая должность просто продавалась через два года. И там было этих патриархов. Павел-то сказал, стена подбелена. Почему? Он не увидел, кто из них. Там и Анна, и Каяфа. Хотя они должны были до смерти стоять на своем месте. Ну, когда законы-то все сведешь, я вот так, я вашего, этого, с Хиархи Мандрита, это не знал, но я всегда так отвечал, когда с Украины запрашивали. Я не могу ничего, безблагодатным его никогда филарета не называл. Но я не пойду. У меня внутреннее нерасположение к нему. Спасибо, Христос, Игнатий Тихонович. Слава Христу, Сергей Егорович. Можно вопрос, Игнатий Тихонович? Да. Что первичнее вот священное предание или священное писание? И как вот от Адама до там, я не знаю, кто первый там Тору составил? Моисей. Как это все вот истинное знание о Боге передавалось? Как вот этот Милхиседек, священник, Салимский и так далее? Можно вот детально что-нибудь? Это большой вопрос. Вопрос только о предании. Я отвечу, чтобы понятно было. Под словом предания сегодня все, что кто написал, кто сказал. Когда апостол Павел говорит, держитесь предания нашего, и кто не будет принимать, имейте его на замечание. Речь шла не об этих преданиях, а шло то, что потом стало записано и превратилось в Писание. Предание было первичное. То есть, устно, я у них проповедовал три года. Три года, а где написано? Еще нет нигде. Три года учил день и ночь. Павел. Это предание. Передавали устно. А кто-то там записал, сидел Лука и написал Феофилу. Все. Вот теперь оно Писание. Писание писано рукой. А теперь под преданием означает все, кто что говорил. Вот Игнатий Брянчанинов сказал это предание, там еще что-то, все предание. Я говорю, вот в Библии написано, вначале сотворил Бог небо и землю. В первая буква, в Библии В. Всегда. И последняя буква, мягкий знак, аминь. Вы покажите мне в предании первоначальную букву, последнюю. Нету. К нему все время прибавляется, а первое никто не знает, откуда взять. Ну, еще тогда настаивать. Сегодня, конечно, Писание первичное. Оно принято канонами. Апостольское правило, 85-е, потом Трульский собор, второй, как Софийский. Определенно перечисляются все книги. Предание нигде не упоминается никакого. Из предания мы знаем, что это Тортули, а она входит туда. Не могу сказать, но на него ссылается иногда. Ориген. Да Ориген был учителем всех святых отцов. которые с ним вместе жили. Учености Оригена не было равных. Но решил еще выше быть. И сам себя скопил. С похотью не мог бороться. С похотью есть лекарство. Оно недорогое. Смотри, сколько не замужних. Как говорит Андрей Кураев, от миссионерия ее, да не могу. И женись. И все. Это я говорю, то, что если нету нигде, то и нету. Но внутреннее свое расположение я имею к этому. Выше Священного Писания нигде ничего нету. А почему? Евангелие от Иоанна 12,48. Господь говорит, я не сужу слово, которое я говорил. Оно будет судить вас в последний день. Но если оно будет судить, все остальное уже для меня не может иметь такое же значение. Мне нужно то, что я узнаю, вникнуть в Слово Божие, посмотреть, вписывается ли оно во свете Библии. А нет, значит, с меня и спроса нету. Если это не каноны, не правила, ничего нету. Надо благоразумно смотреть. Не так, что раз, выскочил. А что вы Моисея там спросили-то, я не понял. Ну, первая книга Священного Писания это Тора же, пятикнижие. Автор, если я не ошибаюсь, Моисей. Да, считается так. Ну, кто-то еще дописал. Может быть, установил. Потому что в последней книге Второзакония написано, как Моисей умирал. Он умер. Но не мог он сам о себе написать, как он умер. Ну, тебе понятно, я что сказал, нет? Да, Игнат Тихонович. Но вот все-таки интересно... Ага. Ладно. Ну, говори. Все-таки интересно, как вот... Было же истинное ведение Бога от Адама и вплоть до Моисея же. Все-таки где-то кто-то в праведнике хранили тот же Авраам вместо Паттамии. Вот как вот это вот? Есть что-то, какие-то сведения? Сведений никаких нету, в письменные источники отсутствуют. А передавали устно. Иоанн Глатаус говорит, Евангелие вторично. А почему? Потому что вначале Бог заложил в человека совесть по образу Божию. И люди поступали по совести. Но когда этот неписанный письменами, буквами закон был утерян, люди стали бессовестны. Тогда Бог дает на бумаге, на папирусе, на пергаменте, на камне, на глиняных табличках. Это уже написано. Уже Евангелие дал Бог. Раз мы его то потеряли. А как? То совесть его оправдывает, то судит. Павел пишет в послании к римлянам. Прямо говорит, совесть. Вот люди живут где-то на островах, к ним никто не заезжал никогда. Они там какой-то зулусы по совести. И Бог будет судить их. А вера в искупительную жертву будет дана им там, на суде Божьем. по всей вероятности так. Мир вам. Роман Фроликов. Вопрос Игнатий Тихонович. Вот есть такие значки дают и общество готов к труду и обороне. Ну, к труду понятно, это хорошо. Это по заповеди. А вот к обороне ну, понятно, что физические упражнения там сдавать надо, норматив. Ну, Роман, зачем нам объяснять какие-то значки? По слову Божьей вопрос. Это не надо. А таких мы можем. А вот подкова у лошади, почему она на дверь прибивается на счастье? Это конца не будет. Это к спасению не относится. Там рассуждать не очень. А там другой значок. А что означает звезда Героя Советского Союза или Российская Федерация? Да нам зачем это? Это мирское. Мир говорит по-мирски, мир их слушает. Нам это не надо совершенно. А так каждую пуговицу будем объяснять, сидеть. Ну, вот если, допустим, на работе как бы приглашают и говорят, вот давай, сдавай, там тебе какую-то там премию могут дать, ну, могут и не дать, вот так. Ну, я тебе отвечу. Вот тебе приглашают где-то. Тебе сколько лет? 39. 39. Ну, смотри, я маленько постарше тебя на 39 лет. Как раз на 39. То есть два раза я старше тебя. Мне никогда нигде ничего не предлагали. Начальник приехал и решает вопросы. Ну, подходит там. Я только подошел и сразу вопрос задал. Он сразу на меня глаза вскинул. У вас библейский язык. Библейский язык. И все. Я говорю, почему женщины такую тяжесть таскают на пятый этаж на носилках там. Вот. по технике, ну, так как он по технике безопасности приехал. А это даже нам знать не надо. Прошел мимо. Они говорят. Вот я спрашивал, кто сидели. Вербовали отца Глеба и Кунина. Там всех, кого я слышал. Зои Крахмальникову. Ее в Израиле она была. Видимо, она полукровка была. Выезжать. А там делегация была. Ее сразу полицейские в сторону и там какой у них сейчас. И она там часа два или три была. Ну, я, говорит, не буду об этом рассказывать. Что там было. Почему ее отсекли отдельно от всей группы? Она же была в паломнической группе. Это она мне рассказывала в Москве Зоя Александра Крахмальникова. Она сидела в алтайских тут селах. Ее сюда высылали. И муж у ней Феликс Светов. Точно так. Вербовали, везде вербовали. Меня никогда не вербовали. Никогда. У всех какая-то кличка была. Патриарх Алексей Второй был. Дроздов. Вот этот Кирилл, у него КГБская кличка Михайлов. Я тогда бумагу написал в местное КГБ. Я говорю, а у меня как было? Когда я в разработке был, называется, следили. Никак. У вас просто под именем, фамилием все и указали, какие материалы. Ничего не было. А уговаривали, нет. У меня близкие отношения там установились. И я им всем свидетельствовал о Христе. И это они запомнили. Как он меня будет вербовать, когда я его вербую? Не то, что там я такой, но просто я рассказываю опыт. А некоторые боятся, скажешь. Это понятно. Тебе понятнее будет, что я такой же человек. Но мне никогда это не предлагали, не задавали и не вербовали. Ничего этого не было. Ты должен все время быть на молитве. Вот я был, когда молился, а там старые еще были, которые знают. Здесь вот священник лежал, такой был, Алиферий. Алиферий. Вот. Их тут арестовали. Там зятка была. У него там 150 литров спирту. Спирту, 150. Зачем вам столько спирту? Очки протирать. 150-то литров может целый батальон заспиртовать. Я все молился, и поэтому ко мне ни разговора, никто не лезвий. Раз пять, по часу, по полтора. Псалтырь прочитывал за два дня. Новый Завет каждую неделю я прочитывал Новый Завет, не считая в день несколько тысяч поклонов. Это Бог делает, это благодать Божия. И поэтому ни вопросов не было, уважение такое. С каждой камеры стучат, там, батюшки, скажите, мы на суд идем. Там, меня звать Рустам, другой, там, меня звать еще как-то. Там были не русские где-то. Я все записываю себе и молюсь. И когда я молился, никто не подходил. Никто! Вот сидим в камере, там же разные люди-то. Я молюсь, и в это время Нового подослали, там, толкнули, он опять мать-перемать. Ну, маленько, я на молитве-то я слышал о ней, там, говорят, они сразу так, мужик, ты помело свое прикуси. Он сразу остановился. А что такое? Он, видимо, крутой такой. Ему говорят, видишь, батюшка молится, да? У нас не принято это. Мы приняли для себя решение никогда не материться. Все, больше он ни разу нет. А дома нигде его не могли заставить. Он такой боевой. А тут все, я ни слова не говорил. И когда курят, то куда ветер дует, они там решеткой дуют, чтобы туда выдувало. Я их не заставлял, ничего. Вот благовещение, разрешается рыба, благовещение великим постом. и открывается кормушка, и полное блюдо, ну, там оно не широкое, это, в кормушку, селедка, полное, полное блюдо. Там у меня вся камера угощалась. Это зэки, которые там готовят с разрешения начальника, дескать, вот мы знаем, он молится, можем это сделать. Ну, где-то маленько сэкономили и створили благовещение, поздравили меня. Я как-то разговаривал, кормушка открылась, и один охранник говорит, ну, прям, ну, материться, он не то, что на меня, а просто так. Я говорю, знаете, у вас как вот в параше содержимое булька, и ты одну крошку хлеба там не поймать. Ну, говори, нормально-то. Я его знаю, там звать как. Он говорил, потом гляжу, у него сумка с собой, он открывает ее, а там, я не знаю, с чем сравнить, вот настольный большой телефон лежит, примерно такой кусок сыра, он вот так по кормушке, которая откидывается, на нее, а это вам. Купил домой, отдал мне сыр. Ну, что, зазомбировал я его? Мне с таких случаев сколько было, не выскажешь. С кем я не разговариваю, ни у кого ничего не было. А почему? Да он же священник сидел, да какой священник, герой, как отец Глеб Якунин семь лет там гнил в якутских лагерях. Ну, вот Бог так сделал. Меня начальник тюрьмы постоянно вызывал и беседовали, вопросы задавали. Александр Семенович, потом я уже узнал, умер по-христиански. Начальник тюрьмы огромного роста, такой непузатый. Все его интересовало. Вот и весь ответ. Надо жить для Бога, и тогда многое у нас отпадет. Никакие там значки, пуговицы тебе не нужны. Игнатий Тихонович, можно спросить, мир вам? Да можно, Катеринушка, давай. Вот, например, что касается Болговестия, да, надо стараться говорить о христе, например, на работе или еще где-то в других местах, как лучше ничего не говорить, когда тебя не спросят, вот, или все-таки искать пути даже, потому что редко все-таки все равно спрашивают какие-то духовные вопросы. Понимаешь, вот я даже половину не раз слышал, что говорили. От романа четко у вас такой звук, как булькающий. Речь о чем? Коротко. Где-то ты работать хочешь или что? Нет, нет. Я хотела спросить по поводу благовестия. Надо стараться благовествовать даже тогда, когда тебя не задают духовных вопросов, вот, или все-таки ждать, ждать, когда о чем-нибудь спросят люди. Да нет, спросят, а бывает и не спросят. Самая обстановка показывает, вот. Ну, я не знаю, как вам объяснять, вот я где бы ни был, какая бы обстановка ни была, и я начинаю прям сразу. Вот я в школе, когда был, рассказывал, они класса 3 в 1 класс, а потом я через коридор так всю школу в течение недели проходил, много классов. Я захожу, какая картина, я начинаю говорить. Если математические исчисления, я начинаю говорить о математике и все свожу к Слову Божьему, ко Христу, к спасению. За мной заводчик ходила, ну, под контролем держала. Я, говорит, всю неделю она была выделена, ходила, и вы все время делаете вступление, новые люди, и все время по-разному. Я, говорит, первый раз такое вижу. Ну, это опыт. Вот, достаточно какая-то картина, в прошлый раз говорили, там, Рафаэля или Микеланджело. Я соединяю, допустим, с Николаем Ге, вот, какой переход идет, почему. Мы говорили об этом. Ну, это опыт. Я думаю, опыт, это все-таки Господь дает правильно его пережить. Я иду, погода, о погоде сразу, я начинаю с погоды, зарево, я сразу беру Евангелие, небо, багровое или какое, знаете, что в Библии написано? Звезды, где идем, я начинаю со звезд говорить. Вот я иду, дорога, у меня Болдырев Володя, запомнил его, мы реконструкция города была, и город Искитим. Ну, и одни ночью с работы идем, а там километров пять идти надо. Ну, и разговариваем. Я ему говорю притчу, вышел сеятель сеять, ну, ты как, давай, первая группа при дороге пала, вторая, там мало земли было, засохло, корни-то нет, куда влагу брать было. Ну, а иное, стернем заросло, а иное прямо угодило так, что все выросло и полито было. Ты к какой группе относишься? Ну, и при дороге, это демоны летели, нет, это не мое. Я говорю, ну, и возьмем сразу последнее. У тебя все ухоженные, каждое семя ты принял, возрастил, плод принес, ну, нет, это не мое. И два осталось, давай теперь. Два-то осталось, можно сказать, ты уверовал, а потом бросил, я ничего не бросил. Вот сколько говорить, я все слагаю в сердце, я к этому не отношусь. Ну, я говорю, тернием заросло тогда. Ну, что я курю-то? Ну, начинаю даже, выпиваю маленько, ну, какое-то терния-то. Он никуда не может вписаться, я говорю, отдельную притчу делать никто для тебя не будет. Вот, мы идем, просто разговариваем. И вдруг кирпич падает прямо между нами, через забор кто-то в нас выстрелил. Я начинаю об этом говорить. У меня нет ни одной вещи в мире, ни одной минуты, где бы я был, где бы кто-то, идем, он бы сказал, дом, я с дома сразу начну говорить. Ну, идем кто-то, и упал кто-то, упал. Я сразу начинаю падение, дом из всего великое, потому что оно, ну, любой глагол из Википедии, на каждое слово у меня есть проповедь. На каждое. Это, это уже как с особой дары. Считай, один стих Писания, один стих. Я говорил вот в университете Царю Небесный Утешителю молитву-то. Я 60 проповедей сказал на одну эту молитву. Примерно 25-30 минут в начале вступления, как бы делал в университете. Как это? И священники, и епископы, все удивляются, как не знаю благодать Божия. И поэтому на ваш вопрос я отвечаю по опыту своему, а вы сами посмотрите, а дано вам или нет. А может, кому-то помогаешь и скажешь, все временное, а невидимое вечное, и мы все предстанем на суд Божий. как говорить? Тут, видите, уже рассказы говорят, мужчина один так же не знал, как проповедовать, на охоту, но идет по лесу, а его на телеге догоняют, и он, ну, что идешь-то, садись, подвезу. Он сел, думает, вот я ему сейчас расскажу, а сам сел, ноги сзади-то свесил, и к водителю-то спиной сидит, который сидит на облучке-то. Ну, с чего начать-то? Ну, надо говорить о чем? О готовности встречать Христа. И он так маленько глянул на него и говорит, а ты, мужик, к смерти готов? Кто думает, вот это я посадил. Выбрал момент, как дал ему этим бичом-то, понужил лошадь, да и скакать. Он стал, утерся, тут кровь течет, слава тебе, Господи, за проповеду я тебе пострадал. Вот у нас и так может быть. Все должно быть благоразумно. Благоразумие, рассудительность на первом месте, как Антоний Великий, превыше всех добродетелей. Спасибо, Христос. Да, наверное, все у нас сегодня. Время истощилось. Давайте прощаться. Где Сергей? И пускай молятся. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Христос. Слава Христу. Ангел, Вопияши, благодатней, чистая дива, радуйся, и покереку радуйся, твой сын воскресе тридневен от гроба, и мертвые воздвигновые люди, веселитесь, святись, святись, Новый Иерусалим, и слава Бога Господня на тебе, Васия. Ликуйны, не веселимся, сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородица, а восстаньи Рождество твоего. На, тихо, молитесь. Любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед твоим величием, чтобы восслабить твое святовое имя за воскресный день. Как многое ты нам открыл, хвала тебе за эти занятия. Если мы в чем погрешили, прости нас, помилуй, и посети болящих, парализованных Сергея, эту Анастасию, Анастасию, Татьяну, Игоря. Дай им сил все перенести, и пошли мы в исцеление. Будь милости, пошли к нам, добрые жители с детьми, и сохрани школу, расширь пределы общей, найди новые души, благослови правителей и сохрани их от покушения на них и даруй духовное рождение патриархам, епископам и священникам и пастве, и водительства духом твоим святым. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос всем с Богом. Аминь. Спаси Христос. Ой, молодцы вы. Аминь. Спаси Христос. Слава Христос. Слава. Слава веки слава. Аминь. Слава Христос. 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 Продолжение следует...